Очень важно знать, что всегда победа над судьбой – это путь, который требует, ну, как-то ощущение, что это рискованный путь такой будет чувствовать. Это как смелый очень путь. Но потом вы привыкнете так смело жить, и вы будете всегда побеждать тогда свою судьбу. Первое, что надо знать, это то, что судьба сама по себе, она действует через боль и отвлекает человека от правильных вещей. Первое, что она делает. Ну, допустим, от вас уходит близкий человек. У вас в сердце возникает боль. В результате этой боли вы начинаете страшной силой приковываться к себе. У вас даже возможности о каком-то другом подумать не будет. И больше того, человек даже спать уже не может, он думает о себе. И даже есть потом не может думать о себе. В это время судьба полностью распоряжается человеком и уничтожает его. Она разрушает его жизнь. Как вырваться из этого состояния? Человеку нужна энергия Бога. Допустим, вы уже не можете молиться, потому что у вас нет сил. Идите и двигайтесь на природе. Вам надо сначала, может быть, ваш выход в том, если вы запустили ситуацию, выход в том, чтобы просто идти на природе и желать всем счастья. Для того, чтобы наполниться хотя бы природой. Потому что это тоже энергия Бога. И человек, когда наполняется природой, ему легче становится, его отвлекает от того, что судьба с ним делает. Итак, первая стадия. Если человек начал молиться, еще легче это происходит. Первое, что может с вами произойти. В какой-то момент вы чувствуете, вот что значит непреодолимая судьба. Когда вам ничего не поможет, в каком состоянии. Если вы уверены, что кто-то испортил вам жизнь, и очень сильно обижены на кого-то в жизни, и ощущение у вас несправедливости сильное есть, это значит, вы находитесь в штопоре. Ну, то есть, в штопоре человек, когда, знаете, самолет, когда падает, это значит, что скоро все погибнут. То есть, никаких вариантов нет. Надо просто, у тебя осталась минута жить, просто помолись, все, успокойся, у тебя нет вариантов. Если человек считает, что кто-то виноват в его проблемах, страна, человек там, правительство, начальство, вот кто угодно, если кто-то виноват в моих проблемах, то это значит, что я победить судьбу никогда не смогу. Потому что для того, чтобы ее победить, нужно хотя бы ее вернуть назад в свое сердце. И первая стадия этого возвращения, это ощущение, что все-таки виновата судьба. Ну, то есть, не конкретно мой муж там, или моя жена, или мои дети, или мой начальник, или моя страна, или банк, который меня лишил денег. А виновата все-таки моя судьба. Как бы вам ни было, вот трудно к этому вернуться, но когда человек опирается на Бога, то есть, это все в памяти, понимаете, просто, что значит плохая судьба? Значит, не хватает энергии счастья, понимаете? Если человек опирается на тех, кто молится, и получает, получает эту энергию счастья от Бога, в какой-то момент сердце успокаивается, потому что счастья становится достаточно для того, чтобы выйти на следующую стадию приближения к победе над своей судьбой. Еще и победы нет, а приближение к победе, которое называется «Виноват не муж, а виновата судьба». Ну, то есть, муж уже не виноват. Хоть он это и сделал, но он уже не виноват. Я чувствую, что моя судьба виновата. Но это еще не значит, что ты уже сейчас начнешь побеждать судьбу, это просто ты уже пошел двигаться к этому. Это признак, что движение пошло, потому что ты должен прийти еще к одной стадии. Постепенно человек уже в этом состоянии, что моя судьба виновата, человек начинает себя контролировать, потому что чувство несправедливости сжигает все, бесконтрольное состояние. Человек не может даже сосредоточиться нормально, и в это время ему помогают еще всякие злые люди в виде бабок, которые, говорят, тебя сглазили, испортили, теперь ты как бы порча на смерть, там еще пугают вам, помогают вам это поверить, в эти глупости, во все эти дураки, вы им еще деньги за это платите. Вот. Ну, то есть, когда человек начинает молитву серьезную, то постепенно из этой стадии «Виновата судьба», он приходит к ощущению, что я конкретно наказан за что-то. И он даже примерно чувствует за что. Он, хотя не помнит свою прошлую жизнь, но догадывается уже за что. У него есть ощущение. Понимаете? Хотя надо знать, что если человек глубоко погружен в молитву когда-нибудь, он даже узнает за что конкретно. Бог открывает даже прошлой жизни при необходимости, если есть такая в этом необходимость. Но это не обязательно. Ощущение, что я точно за что-то наказан, приходит очень четкое. И в этот момент, когда это ощущение приходит, человек успокаивается. Как только узнает, что справедливость в этом мире есть человек, что все справедливо, то, что происходит, человек становится спокойным, как танк. Потому что все беспокойства идут только от ощущения несправедливости. И судьба нас специально в это ощущение несправедливости заводит, чтобы потом разрушить нашу жизнь. Поэтому, если вы чувствуете несправедливость в этом мире, это самое опасное, что только может есть в нашей жизни. Это все равно, что самому себе отрезать ногу или голову. Ты сам себя подставляешь в своей жизни. Поэтому, если вы почувствовали какую-то несправедливость, будьте очень внимательны к этому. Немедленно, тут же как бы пытаетесь выйти из этого состояния любой ценой. Но выход только один — это память. Нужно память свою к святости привязать. И так, когда человек почувствовал, что он сам виноват, ощущение несправедливости уничтожено, и в этот момент он становится господином своей судьбы. И в этот момент он может начать ее побеждать. Это уже само по себе является чудом. Потому что большинство людей, как бы я им об этом ни говорил, и кто-то ни говорил, они в это абсолютно не верят. Они думают, что судьбу победить невозможно. Вот какая она есть, такая и есть. Все. И поэтому они верят чуду. И потому они, Олег Геннадьевич, говорят, дотроньтесь до головы, скажите мне, что у меня все будет хорошо. Что-то сделайте со мной, Олег Геннадьевич, потому что я сама не верю, что я могу сделать с собой. Это означает душевная лень. Но ничего, тоже хорошо. Для начала верить хотя бы кому-то. Но вообще-то это не так все делать. Человек сам должен побеждать свою судьбу. Итак, смотрите, то есть как происходит победа над судьбой. Человек дошел до этого ощущения, что он виноват сам. Это ощущение называется покаяние. Оно очень важно. Человек принял свой крест в этот момент. И в этот момент он становится властелином своей жизни. Что дальше нужно делать? Нужно найти себе тех, кто молится, чтобы мне нравилось. В моей вере, в моей традиции ничего менять не надо. Всегда на чужом огороде лучше, чем в своем. В Америке лучше, чем в России. Чужая жена лучше, чем моя. Чужая вера лучше, чем моя. Вставайте в своей вере. Ничего менять не надо. Везде есть Бог. Просто ищите Его там. Погружайтесь в отношения. Включайте голос того, кто молится. И читайте свою молитву. В данном случае я читаю, я желаю всем счастья. И слушайте, и слушайте свое сознание. Погружайте в слушание и повторение, как они. Слушайте, повторяйте, как они. Сначала вы должны соединиться с их звуком. Это первое, что произойдет. Так включается разум человека. Когда вы соединились с ним звуком, вам сразу стало спокойнее, как будто вы чувствуете, что вас как-то легче. Потом дальше это соединение углубляется. И в какой-то момент ваш звук начинает становиться сильным. Начинает через... У женщин звонкий звук. Вот, то есть человек становится сильным. У него на второй стадии. И это означает, включается разум. Вот эту силу почувствовал человек. Вот тот, что вчера из вас повторял, почувствовал силу, что вам сильно захотелось повторять. Поднимите руку. В это время включился разум. И дальше, когда он включился, он начинает от слушания идти постепенно в сердце. И в какой-то момент, вот здесь в сердце, вы вдруг чувствуете так... Раз! И как будто что-то открылось, или легко стало. И как будто вы в сердце попали себе. И в этот момент человек обычно... Он такой... Ох! И такой становится счастливый. Ему не надо никакой. Я желаю всем счастья. Мне, блин, что-то и так хорошо. Некоторые начинают чувствовать ауры у всех. В это время все святые. Я тоже святая. И все у нас тут нормально. Все. В это время человек отвлекается от молитвы и просто балдеет. Просто соприкосновение со своим сердцем достаточно человеку, чтобы про все забыть и начать балдежь. Потому что, когда сердце открывается, в это время человек... Его энергия счастья от молитвы прямо попадает в энергию судьбы. И человеку больше ничего не надо. Когда счастье пошло в судьбу, ему больше ничего не надо, ему так хорошо. И в это время отвлекается от молитвы и все теряет. в это время когда сердце открылось нужно начать повторять я желаю всем счастье прямо от сердца и прямо вот от сердца желать всем счастье но все равно продолжать слушать те кто молится следя за собой что я читаю как они повторяли я помню о них и в это время я должен свое счастье кому-то отдать я уже заранее должен знать я отдаю алтарю отдаю святому человеку отдаю наставнику отдаю богу отдаю те кто молится но не отдаю своему сыну потому что ты должен связаться слушать те кто молится и отдавать богу нужно от бога богу идти понимаете не от бога к человеку то есть я отдаю сыну все теперь заработала я сыну все отдаю надо отдавать богу потому что в этом случае вы на бога замкнуты как бы и вас идет очищение судьбы